Всем привет! Богатый на события день фонбет континентальной хоккейной лиги. Будем сегодня закрывать столицу Республики Беларусь. Чудесный город Минск, вашему вниманию, и не менее чудесная Минск-арена. Сегодня зубры принимают Кабаровский Амур. Ну и пока же Шевченко шайбу отвоевал для своей команды. Щемеров перевод, бросок от синей серии. Рикошетов добивания Никонцева. Справляется Колосов, а здесь шайба в воротах вместе с Вищитком. Алексея Колосова. Шайба оказывается за ленточкой. Шевченко принимает поздравления. Но вопрос, кто же там был на пятаке Минского Динава последний, кто коснулся шайбы. Ну, судя по всему, это Анатолий Никонцев. 12-й номер первым принимает поздравления. Вот так вот ярко Амур начинает. Период под номером 2. Классный силовой прием Кулика. И тут же момент, в котором доработал шайбу на чужом пятачке Никонцев. Ну, здесь сразу три кандидата для того, чтобы стать автором этой шайбы. Давайте с этой камеры посмотрим. Никонцев бросает шайбу перед Колосовым. Остается одно добивание. Второе от Дросска. И вот здесь уже она проходит за линию. Не берусь я утверждать, что именно Никонцев становится ее. Он будет первым на подборе. Нет, все-таки Дерябина. А в итоге Гиздатуллин выезжает на пятак. 2-0. Хабаровский Амур удваивает свое преимущество. Артур Гиздатуллин попадает в объятия партнеров. Но сделал многое он для этой шайбы. И самое главное, сумел между щитков галкипера отправить ее в сетку. Классные действия в прессинге от 87-го номера хабаровской команды привели к тому, что Амур преимущество удвоил. Седьмой гол Артура в нынешнем сезоне. Да, понятно, что она была сломана. Ладно, об этом потом. Энос выходит реализовывать попытку и забрасывает Энос 2-1. Чуть больше трех минут на спасение у минского «Динамо». Блестящее исполнение штрафного броска в исполнении Сэма Эноса, который свою результативную серию продлевает. Горбунов ищет линию. Керан. Классный перевод. Бросок. Бобков успевает переместиться, но на добивание первым отказывается Стась. Сравнивает капитан счет. Браво. Андрей все-таки нашел он свой эпизод. И сумел, судя по всему, перевести эту встречу в овертайм. 20 секунд. Не дотерпели хабаровчане. 20 секунд. Которые отделяли Амур от полновесных двух очков. Наслепился. 28-й. Брынцев появился на площадке. Шайбу получил. Вышел. Бросил. И забил Брынцев. 3-2. Амур все-таки берет столь нужный для себя бал. И одерживает победу здесь, в Минске. В овертайме со счетом. 3-2. Как же здорово открылся Брынцев. Получил шайбу. И неотразимо бросил в ближний угол. Как ни бились, как ни старались. Минчанин заработать 2 балла в этом матче не удалось. Но героем фон-бет овертайма становится Александр Брынц.